сапожки сапожки нам не по размеру очень маленькие понятно тут очень большие растения растут чанты армора есть мертвые комодные драконы тоже имеется также рапира мы находим рапиру интересная штука если взять ее в руки то плюс 0 рапира чем бы дропнуть такого не оставим на всякий случай знаете что дропнем мы дропнем вот этот вот ложе танк который с контоменейшном и дрейнингом хотя с другой стороны это единственный вариант как нам получить и рэв хороший сейчас что возможно прям уж супер торопиться не стоит о какое-то артефактное кольцо это замечательно инвиз р.н. м.п. си инвиз стелф си инвиз не нужен мана наверно на самом деле то не особо важно то есть и р.н. и стелф дает это сложная вообще тема ring of a vision хорош 30 vision дает если мы поменяем ring of a vision на ring of a dixterity мы точно правильно кольцо поменяли нет неправильно мы опять называем артефакт но вместо эвэйжена 29 эвэйжена то есть единичку эвэйжена только теряем по сравнению с тем вариантом зато диксты на 6 больше дикста нужна не только для эвэйжена естественно для стрельбы и для стебов эвокат инвиз тоже может быть полезный вис в начале им багрита алекс на его конвизибилити 71 процент провал у нас нам нужно эвакэйшн как бы с другой стороны с другой стороны 0 процентов на shadow степ можем инвакэйшн вырубите врубить эвакэйшн что здесь 2 процента скроющий спилкастинг вырубим вместе с вместе с чем на хрен знает я пожалуй отсюда пошел в противоположную сторону 30 вы же на его эффективность падает great ray gun тем более мы еще должен качаем у нас еще тем более есть ring of a vision то есть когда мы двигаемся мы дополнительный вэйжен получаем за счет кольца не ring of a vision а амулет акробата хотел сказать ошибся на счет амулет акробата окей продолжаем убивать истиним гидра скольки головая по-моему не очень головая всего четырехголовая каждая голова всего по 18 бьет хочу бить гидру с табом да да смог двенадцатый уровень больше декста им конечно по идее можно было бы инту качать возможно это более правильный вариант я хочу потестить вот такой вот очень жадный билд через именно дексту да не нужна для этого билда горит ray gun нужен щит все до хороший баклер бы очень очень не помешал вам ну куда она убежала эй бокс оф бис крутая штука берем если вакейшн мы качаем то вообще вакейшн наверное один из моих самых любимых скиллов во всей игре просто одной причине что он дает тебе набор очень классных салитарных предметов самые разные случаи оп 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 видите что творю я опасен просто так по моему тут все уже обследовали давайте поездим на другой уровень и здесь слоники стаб слоников как же это приятно вы только посмотрите на это как это приятно разделать всех слоников пока не спали перерезать их мерзкие же толстые шеи вспороть им брюхо их просто вывернуть наизнанку звучит немножко наверное как-то агрессивно согласитесь а кусты стекла слабо выкорчевать кусты выкорчевать я не собираюсь в общем пусть сидит там ему там нормально мне совершенно плевать у тебя вакейшн 0 в район вакейшн 0 нет троечка у меня радость стабера ничем позже будешь страдать да шо я знаю что буду страдать когда некого будет стабить а куст остался а ну куст имеется ввиду да туда можно в принципе телепортироваться к нему наверное попробовать как-нибудь вот это спокойненько забиваем мне почему-нибудь нормальную слингу бы энчан ну то его найти вообще было бы супер о волчки еще просыпаться будут ух заразы не будем наверное будить следующего аж кушать захотел с гриды дриммер такая нянка да да стоит устроить второй ужин и пожрать слонятины но к сожалению кушанье отменили в игре смотри ты пошнишься к нему а назад уже не уйдешь говорит шео ну блинка можно уйти назад при желании просто ресурсов много потрачу а так то че уж там свитки 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 у нас есть еще два свитка у нас есть сияющие перчатки проблема спригана нельзя носить броню никакой почти ну что поделаешь быть таким вот стелс-ассасином-убийцей оно требует жертв оп че-то не сработало у нас непроста было зато в следующий раз с конфьюженом другое дело мы находим книгу которая имеет в себе взглянание заморозки казупской брони ремпарты хеллсторм и самонайз бист ничего естественно из этого заучить мы особо не можем кроме просто обычного фриза первого левела это фактически урон касанием но я бы не сказал что в принципе меня интересуют эти заклинания может метаболик англосиэйшн был бы в принципе неплох полезная вещь но по-моему вы уже знали до этого это раз во вторых для него нужно действительно айс учить а я бы лучше наверное хекс и трансмутейшн вместе разбавил редбарон говорит сейчас бы диабло 2 поиграть да привет так диабло 2 вообще интересная штука сколько я в свое время наиграл замечательная забей на магию тебе надо только блинк и свифтнос говорит рейгун свифтнос а вы не выпилили еще из игры что-то у меня такое впечатление что тут все повыпиливали к чертям и все то что я любил и знал оно уже исчезло какой еще свифтнос в конце концов не знаю такого на пятый уровень лейра идем ох ох эти мышки достаточно плотные они потому что адские вы видите хелрета ого еще одна книга а в ней ядовитые испарения мифити клауд создание огня замораживающее облако в общем книга облаков видите какие интересные вещи у нас появились мы-то выглядим магом станем на самом деле нет я молча буду учить из-за этого всего жду до 2 от тадайса почти как анепик нет к сожалению есть проблема у меня вообще реально сурово болят сустав после того как я покликаю быстро в какую-нибудь экшн рпг и играть в это я не буду увы здоровье оно дороже в сумме когда оно почти кончилось так нет улитки улитки замедляют дримшипы с помощью могут просто в сон отправить я пожадничал господа я не должен был сюда вот так вот врываться давайте посмотрим на них что у них с резистами а у них резистка велпавер довольно слабенький так блинк страты хп я делать не буду тебе улитка замедляет я понимаю блинк это конечно не хочется что-нибудь его к ним может быть а? ктаны давайте его к ним что-нибудь с вами сваливаем отсюда ха-ха-ха улитка кусает сама себя в общем всех законфьюзили и сваливаем вот тебе вот тебе потыкли гриб пей пей блинкайся там все такое что ты сделал говорит шел что я сделал я кислоту в нее в литку плюнул а до этого я всех законфьюзил руками конфьюжн тачем все норм разрулили ситуацию как видите вариантов на самом деле всегда достаточно много просто в том какие наиболее являются предпочтительными все смерть улитки теперь можно этих шипцов убивать и у нас есть алтарь жива со входом в слаймы такой вот немножко ритуальный слоники также есть их же так же а не заметьте вилл заметно выше в два раза фактически давайте одного слоника возьмем с собой наверх заедем к конфьюзен тач видите сработало следующего готов еще один нас не замечает вообще вбор так тут их больше стало давайте по одному они хотят втроем на меня напасть заметьте вот сволочи так одного отправили на уровень ниже там может быть даже на два они довольно опасны если их вот не законфьюзить и не убить быстро зато спеллкастинг хексы эвакуишн все что нужно конфьюзинг точно один процент имеет я думаю спеллкастинг с хексами пока выключим сейчас не сильно важно включим доджинг обратно и слинги хотя слингами я в последнее время не пользуюсь но я думаю рано или поздно мы к ним вернемся когда мы найдем более крутую слингу хотя тогда возможно стоит и качать собственно слинги а сейчас пока выключить их как думаете то есть концентрироваться на эвакейшене файтинге шортблейдах и доджинге не хочешь за мутанта поиграть а то че ты редко кто жив уберет гридшео ну это на самом деле зависит от того что популярно в тех или иных узких кругах крулеров что у нас у этого призрака 107 хитпоинтов extremely dangerous уберет по 19 плюс его оружие с заморозкой ему к яду и к негативке но конфьюжен у него правда вилл резист довольно неплохой и vision тоже норм и dream ship там но с другой стороны вот посмотрите тут есть амулет какой-то по-моему он даже какой-то уникальный да да smoking steel amulet это вообще уник окей понятно я не хочу тут надолго задерживаться узнать пойду на другую лестницу пожалуй спущусь может открыть и сбежать и не разбредутся по уровню а ты лут слутаешь говорит шео кстати тема с учетом то что я сприган я же действительно так могу что мне стоит как говорится contamination прошел еще один слоник иди сюда родненький у меня для тебя есть отличное прикосновение да я тебя поглажу поглазили слоника насмерть что происходит что происходит чуваки не понимаю у тебя что делал павера не завезли у тебя тоже не завезли очки жесткие хватит мне вход прикрывать давайте поднимусь так понятно здесь нас тоже не очень привечают спустимся сюда пока нас не видят спокойно зарежем всех ну или почти спокойно шел говорит я так часто делаю даже не сприганом из раннего лута мысль это правильная с учетом того что там овца правда дримшип мне это чутка смущает если это может плохо закончиться что у нас со стелсом вообще стелс как говорится мое почтение хороший нажористый стелс ну че ох да с яки у них должен быть хороший резист а у них тройной вилл павер они экстримли дэнджерос и я пожалуй соглашусь с описанием что это действительно экстримли дэнджерос от них лучше держаться подальше пойдем наверх попробуем действительно открыть здесь тач не проходит ну пожалуй попроси отсюда подальше твои руки более не сияют дайс убегай не бейся а что вдруг если бы я его победил бы согласись классно же было бы а что за призрак говорит рейгун да такое знаешь загулял здесь и забыл что он охранял лут амулет я не могу больше айтемы таскать срочно что-то нужно выбросить что можем выбросить сорт оф дрейнинг даггер оф спит лжа танк хантинг слинг все классно болты наверное выкинем они мы сейчас не используются бумеранги тоже мало вероятно что я их и буду использовать ванда франдом эффект наверное нужно выкинуть свет кодентификации нужно использовать на то чтобы поушин идентифицировать поднимаем амулет считаем свет кодентификации на ну амулет в любом случае надевать буду пушин дегенерации какая замечательная штука пожалуй оставлю его здесь непривычно смотреть стрим вместо записи говорит Ванька встань я уже почти три часа стримлю так гляди закончен так что ты вовремя подошел но в любом случае приятного просмотра амулета резист к яду и реген такое себе у нас есть на нашем даггере резист к яду но реген по-моему амулету крабата он как-то получше потому что он дает очень неплохой вейт добавили слотов ам все равно мало ну да да так давайте почитаем свитки оставшиеся вон у нас три свитка неизвестных есть случайно бесполезности свиток так следующий о скроллов самонинка это полезный свиток бросаем бесполезный свиточек может быть другие тоже прочитать фуфан так сказать реген апнули в два с половиной раза писали ну его апнули в два с половиной раза от предыдущих значений то есть как бы где-нибудь есть здесь описание регена нашего сколько мы регеним хп реген 1,21 значение единиц хитпоинтов заход мы теперь снимем этот амулет как его снять вот я вот как надеюсь помню так читаем этом interaction во remove на r 1,21 было стало 0,21 то есть единичку регена добавляет на самом деле серьезно очень то есть как бы я думаю это стоит того вроде изменили то как он работает или хз говорит шоу то есть 10 уровней 10 сил это базовое значение при котором мы 100% урон наносим за каждую изменичку села выше или ниже по 2,5% плюс и минус и зад так раньше регенил 0,4 в ход что ли говорит сэфер теперь 1 хп ход ну амулет регена хочет сказать ап 0 именно вот так что он теперь 2,5 раза с 0,4 до 1 стал неплохо неплохо давайте поищем где наши враги может овцу отдельно убьем может это у этого чувака что-то как-то не получается пробить его magic resist magic resist у него непробиваем чем еще он нужно побить чем бы еще оба ну безусловно можно конечно ядом бы ой ядом кислотой регенерейшн 1 пип офриджен грэнс 1 хп 10 олдс нормал тонн this is 2.5 as strong as it was before окей ну в общем все а вот овца это я в первую очередь нужно убить ну че палка кислоты уменьшает овца да то есть его пробивать легче будет может попробовать еще норм призрак это муравей афиг знает но у него есть оружие с фризингом но у нас эвакейшн стал повыше по идее как бы мы должны бы его как то о есть есть мы его убиваем получаем 13 левел прекрасно действительно справились за 2 по-моему удар кислоты и прошел все-таки конфьюжен еще он тпшниться нет видишь я тоже думал кстати что может тпшниться вполне это было бы так а тут у нас гидра да 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 тут тоже в общем-то что-то как-то мне не нравится резист к яду есть да режим рейд с квикли very large bite five times ну окей вы видели как она телепортнулась прям рядом ну ладно теперь тут нету гидры значит можно продолжить наше исследование ну какое-то колечко нашли надо бы его тоже протестить на что за кольцом ring of protection плюс 4 protection конечно прикольно мне кажется декстерити лучше надеть на как бы ну c это очень хорошо но у нас его так мало что он все равно играет достаточно незначительную роль слоники я же вам говорю конфьюстесь о у нас радиус нашей вуали увеличивается нам бы еще снизить радиус обзора врагов и у нас тоже бы тогда бы у нас бы вся дистанция на которой нас могут видеть покрывалась бы этой темной вуалью хотя может быть сама вуаль еще увеличится так как ты грязный берсерк вот тебе конфьюжн а это же что уровень лейра вообще уже между прочим там катаблепасы мне что-то кажется что я не готов к этому могла быть эпичная смерть от гидро телепортирующаяся вплотную говорит алекс могло быть кольцо удвоения брони оно не удваивает броню оно увеличивает на 4 если у нас станет больше или меньше брони то удвоение все к чертям пропадет кончат брони это прикольно к сожалению класс высокий класс высокий но я уже не проверю потому что он помер у них видите конфьюжн очень хреново работает они конечно по мне промазывают постоянно но но все равно нужно одного нет я понимать не буду там у нас гидра нет вот этим сам гидру оставил наверху конфьюжн я же сказал конфьюжн да печально пробили нас нет нас туман разошелся от удара по нам зато реген видите как бодро идет красота надо завязывать и идти спать после лаера 6 им говорит рейгун ну я думаю может быть и до конца лаера 6 хотя все таки хотелось бы увидеть что здесь интересного есть из лота в лаере 6 ловушка очень опасная пожалуй встану здесь вот так вот чтобы не видеть ловушку когда ты ее не видишь то ее не могут активировать против тебя мне это не нравится вот то что я вижу да это мне очень не нравится сейчас еще гидры только не хватает или впасть в сон нет не стоит передумал спускаемся назад ищем врагов вот враги нас потеряли из виду и теперь нужно их добить невозбранно лови по одному да пытаюсь всех по одному ловить видите пока вроде получается ну правда не совсем те про кого говорил шелл конкретно у тебя уже должен быть шэдоу степ апгрейд регон еще у меня гидры есть что у нас есть да шэдоу степ есть у нас он у нас и был в общем-то довольно давно ну и что мне с помощью этого шэдоу степа предлагаешь сделать тратить 6 хитпоинтов ты знаешь с моими семьями с двумя такое себе надо все-таки подкачать хитпоинт перед этим чего это гидры у нее опять голов как мы можем ее разделать ну явно не дротиками наверное шанс пролайза палкой маленький я думаю видите всего 32% это конечно не ноль холодом гидру обрабатывай да мало холода осталось всего 5 зарядов а холод это очень хорошая штука которая бьет по площади и игнорирует эвэйджен поэтому против врагов у которых высокий эвэйджен очень хорошо подходят вот эти палки с облаками хотя по-моему огонь уже выпилили осталась только палка льда странное это все яд на нее не действует инвист она наверное не видит инвок инвизибилити max hp drain и 38% провала но звучит неплохо конбайт да я думаю инвиз надо врубить посмотрим по крайней мере какой max hp drain видите not not bad всего единичку max hp подрейнило вот этих надо по одному будет отлавливать но ваншотнуть она не может крит сафир а значит можно в теории тачим ее рано или поздно да но тут вот не только тач видишь инвиз еще работает легкий drain пройдет яки видят невидимые вроде бы а я их не собираюсь инвизом у меня у них инвиза нету слушайте можно еще раз инвиз инвок нот правда у нас авокэшн надо больше качать для того чтобы можно было инвизибилити лучше использовать инвок инвизибилити выглядит очень неплохо ну подумаешь там единичку хитпоинтов подрейнет потом вернется когда убьешь врага тут мне другой вариант побольше подошел как-то найти проход какой-то в котором их можно заставить они меня потеряли нет их тут уже трое то есть они держатся вместе вообще у них типа стада что если мы одного возьмем с собой вот видите хитпоинт еще заодно ресторнуты так инвиз говорит рейгун входит в топ один моих любимых заклинаний да инвиз неплох давайте опять инвиз врубим хэви дрэйн чё-то я немножко ошибся сори чуваки сколько раз подряд треть прокнула шанса жесть теперь мы жестко продрэйнен по хитпоинтам окей не очень работает разработ молодца пофиксили говорит рейгун ну да прям так пофиксили что аж больно ну вот маневаем блин как же они бьют 30 дамага может нанести похоже наносят просто вот берет и наносят так а тут у нас гидра рядом не очень хорошо у нас реген конечно есть чё уж там давай давай пройди не проходит не проходит у нас по нему удар с конфюжном и на низ не проходит и вообще ничего не работает просто самая любимая ситуация когда ты пытаешься что-то сделать а нихрена не работает есть 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 дрейнинг потихонечку уходит хитпоинты возвращаются с другой стороны такими хитпоинтами сражаться ну можно и с такими но дрейн проходит весь от ван дои армор класс забивай да тортик хорошая тема но не всегда помогает танкман подписался на 31 месяц сообщением привет тебе зашел пожелать тебе удачного подгорания идти смотреть трансляцию сначала спасибо тебе за подписку молочина приятного тебе просмотра выпей жидкий инвиз и вперед ну жидкий инвиз это такая штука прям последнего рубежа обороны фактически да стем таймер сбрасывается или дают доп ходы не помню если в транке не поправили опять чего говорит рейгун остается вот здесь подмога с коробки когда сбрасываются не подожди а когда на новый уровень входишь сбрасываются таймеры насколько я помню так меня заметили меня заметил катаблепас отлично давайте посмотрим на катаблепас красавчик же опасен петрифает и может бить по 36 урона это точно такой же хороший виллпавер но он не видит невидимое понимаете он не видит невидимое это значит что еще раз нужно его окнать инвизибилити и продрынить тебе хитпоинты конечно же мне еще не раз говорит рейгун сколько в аду не фарнал зод таймер не показывали а его тебе вообще где-нибудь показывали так они вернулись на место ну это не то чтобы много согласитесь ну вот дрейн прошел теперь время входить в инвиз сейчас отрегенем чутка а то как бы хочется немножко ресетнуть бой да чтоб тебя есть 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 следующего мне подавайте упс и прошло все там какой-то опасный чувак что у него есть хейст ава майнер хилинг и майт авер глубокий тролль шаман он может и ускорять и ко всему прочему усиливать врагов он видит невидимое вот вопрос да он может видеть невидимое он хастит только других орков ты хочешь сказать других троллей да не факт с чего все началось говорит шоу интересно что ты играешь но очень медленно а таймера все еще нет лишь бы он не появился когда ты будешь с лейра уходить сюда еще возвращаться за двумя бранчами но по-моему разработчики говорили и так что при нормальной игре таймер появляться не должен что он должен появляться только когда ты прям реально обузишь игру серьезно чего насчет этого таймера так паритесь забудьте про него вообще во у него вилл павер низкий все убили так еще одна гидра семиголовая понятно говорит шоу в общем ждем смерти от таймера понятно мне тоже все с вами понятно вы троллите меня мерзкие зрители как вы вообще как вы вообще посмели усомниться в дайсе в том что он победит и затащит без всяких таймеров вообще вот как как я вам всем покажу давайте инвизибильти вокнем получим дрейн это не 34% это какая-то дичь просто просто серьезно это какая-то дичь что мы нашли смотрим свитки идентификации какой-то посох болты и лайтнингрот лайтнингрот я подниму уже затащил гришио все 17 рун вынес только не нервничай а кто тут нервничает нету никого спокойнее меня ведь я ох так давайте еще одну гидру убьем так я не уверен что с инвизом ее стоит убивать вот она с конфьюженом ее убьем да шортблейды эвакейшены поднимаются что у нас по скиллам смотрим 9 эвакейшена должен к 1 с небольшим слинги мы больше не качаем пока шортблейды файтинг все вроде бы более менее вот что бывает когда не вкладываешься до 5 в эвакейшен говорит рейгун дожди у нас 9 эвакейшен уже все отлично и у нас потихонечку падает эвок инвизибилити у нас закончен лаер куда мы отправимся дальше в данжен наверное или же знаете что на первом уровне мы хотели о гидра гидра есть на первом уровне мы хотели убить одного чувака скиллы не видно филс бэдмен как это не видно скиллы оп 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 чудеса скиллы появились это на самом деле проблема с захватом в бс потому что он видимо не захватывает тот момент когда меняется картинка на экране зачем данж над корком говорит рейгун ну можно и корком тоже да раз к ларте есть говорит шео от пролеча не умрешь и то правда смотрим смотрим безусловно еще можно пролечом да попробовать надежнее будет но сначала мы попробуем к нему телепортнуться наверное может быть через шаду степ шесть хп конечно это нормально есть видели видели увидели а а а а получилось две сетки видим правда пользоваться ими не можем какой-то совершенно невзрачный мечик плюс ноль в общем он был не очень скажем честно и умер вполне заслуженно так давайте отправимся отсюда попутно лягуху убьем последнюю и все наше путешествие в лэри этим персонажем закончено на ближайшее время мы отправимся дальше по совету зрителей коркам но уже на следующем стриме что ж было довольно классно мне понравилось все идет не сказать что прям совсем легко временами бывает опасно и я уверен если бы мне не улыбнулась удача пару раз я вполне мог бы склеить ласты вот например если бы гидра меня ботцапнула бы как-нибудь удачно всеми головами сразу за один ход вероятность этого не сильно большая потому что у нас относительно высокий эвэйзен но все равно она есть и она не то чтобы меня радует так или иначе всем вам рекомендую играть надежно и побед вам в Dungeon Crawl да и во всех делах в жизни на сегодня с вами Dice прощается все вам самого наилучшего и до новых встреч там подписывайтесь заглядывайте ко мне за анонсами ну а всякие ВКонтакты, Твиттер и Дискорда ссылки внизу в описании я аж с вами действительно прощаюсь до встречи пока пока Продолжение следует...